Снегопад и метель сокращают количество аварий в Магадане. Специалисты отмечают, что это связано с тем, что граждане остаются дома и транспортные и пешеходные потоки становятся меньше. Сложные погодные условия требуют от водителей повышенной бдительности на дороге. Сотрудники госавтоинспекции Магаданской области напоминают автомобилистам о безопасности движения в зимний период. В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра и выпадением осадков в виде снега, водителям необходимо быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Откажитесь от резких маневров, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к опасным поворотам и правильно выбирайте дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Помните, сложные погодные условия требуют участников дорожного движения повышенного внимания на дороге. Всего в этом году в условиях снегопада или метели зарегистрировано три ДТП. В результате этих аварий пять магаданцев получили телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД отмечают, что количество аварий в сложные погодные условия в Магаданской области резко сокращается. Завершили расследование уголовного дела в отношении таксиста мобильного приложения. Специалисты установили, что 33-летний магаданец совершил развратные действия с подростком. По версии следствия, днем 22 января мужчина вез 13-летнюю девочку в областном центре. В ходе поездки мужчина узнал о 13-летней девочке, о ее возрасте, а затем завел с ней разговоры на сексуальные темы, прикасался руками к потерпевшей и просил продемонстрировать интимные части тела. От действия фигуранта несовершеннолетняя ее мама сразу же сообщили в полицию, что позволило сотрудникам уголовного розыска оперативно установить злого мужчинника, а следователю регионального управления СКР незамедлительно возбудить уголовное дело и задержать мужчину по подозрению в совершении указанного преступления. Следователи собрали достаточный объем доказательств. Уголовное дело передали в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. На данный момент обвиняемый под стражей. 22 победителя 17-й региональной выставки конкурса «Юные дарования» наградили в областной библиотеке имени Пушкина. Отметили и призеров. Напомним, что в состязании приняли участие 157 юных талантов Магаданской области. Возраст конкурсантов от 6 до 18 лет. Представители жюри отметили, что оценить работы детей было непросто. Работ было много, работы все были прекрасные, талантливые, выбрать что-то лучшее было очень затруднительно. И поэтому те, кто не получил каких-то наград, призов в этот раз, я прошу не расстраиваться, а продолжать творчески работать. Безусловно, ваш талант, ваши старания и умения рано или поздно найдут своих приверженцев, зрителей и почитателей. В выставке-конкурсе приняла участие и детская школа искусств Хасынского городского округа. Её представили преподаватели Светлана Казначеева и Любовь Венгерова. Педагоги отмечают, что работали на выставке «Юные дарования» с большим восторгом. Хасынский городской округ представляли четверо ребят. Они завоевали четыре первых места. Наши таланты, конечно, мы очень рады, что мы победили призовые места. Гордимся нашими детьми. И стараемся, мы как педагоги очень стараемся, чтобы дети вызывали интерес к нашей работе, чтобы пришли тоже на наше место в школу работать учителями, педагогами. Может быть, стали знаменитыми художниками. Учителя отмечают, что впереди у ребят еще много работы. Их ждут всероссийские выставки и международные конкурсы. Команда Хасынского городского округа всегда настроена побеждать, отметили педагоги. Приглашенный из Санкт-Петербурга председатель жюри выразил свое впечатление об уровне художественных данных магаданских ребят. Общий уровень магаданских детей относительно других областей, я думаю, что везде примерно ситуация одинаковая. То есть, где есть более такой грамотный преподаватель, там и уровень учащихся тоже достаточно сильный. Специалисты отмечают, что преподаватели должны не только зажечь в детях любовь к искусству, но и помочь им развиваться дальше. Уровень художественных навыков в каждом возрасте у ребят необходимо повышать. В спортивном комплексе «Колымский» прошел первый день соревнований среди школьников. Зимний фестиваль проводят в этом году только 1, 2, 4 и 11 апреля. Из-за пандемии его сроки были существенно сдвинуты. Ученики старших классов сегодня выполняли нормативы ГТО по бегу на короткую дистанцию, отжиманиям, подтягиваниям, прыжкам в длину, наклоном на гибкость, челночному бегу и метанию гранаты. 4 апреля пойдет в 12 часов в плавательном бассейне заплыв на 50 метров и 11 выполняет стрельбу. Все результаты будут выгружены в систему ГТО. По итогам выгрузки будут присвоены знаки. По результатам выгрузки, значит, выгрузка происходит по системе, каждый квартал. Золото присваивается по итогу квартала. 170 учеников из 16 школ города Магадана приняли участие в соревнованиях. О подготовке подробнее рассказывает преподаватель физической культуры из 4-й школы. Вместе с ней на соревнования прибыло аж 25 учеников с 9 по 11 класса. В течение учебного года, конечно, подготовка идет к сегодняшнему мероприятию. Гибкость мы в школе на уроках, растягивались, бег сдавали зачеты, пресс, отжимания. Все это мы подготавливались. Ну, рано говорить еще, конечно, о результатах. Ну, пока, вот, фу-фу-фу, говорится, чтобы не сглазить. Пока мы идем, мы довольны результатами. На соревнования, по словам организаторов, пришли самые сильные представители магаданских школ. Соответственно, результаты показали достаточно высокие. Данила, ученик 13-й гимназии, смог подтянуться 30 раз при нормативе в 15. Сегодня я уверен, что я сделаю абсолютно все, кроме растяжки. Потому что я занимаюсь легкой атлетикой и стрит-воркаутом. И все эти дисциплины, так или иначе, связаны с ГТО. Соревнования для учеников старших классов являются отличной возможностью набрать дополнительные баллы для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Так что участники действительно готовы к труду и обороне. На Камчатке завершился чемпионат и первенство России по Северному многоборью, который проходил с 21 по 28 марта. 15 спортсменов представили Магадан в первенстве и чемпионате. Достойными соперниками стали команды из 11 регионов России. Команда магаданских спортсменов на днях вернулась с соревнований и привезла городу пять призовых медалей. Подробнее о подготовке рассказала тренер команды. Ну и перед тем, как мы поехали, мы, конечно, здесь усердно тренировались, прошли перед этим областные соревнования, сделали отбор команды, сильнейшие поехали ребята на Россию. Там два как раз старта было. Это первенство России и чемпионат. То есть первенство это 16-17 лет юноши и девушки, а чемпионат это 18 лет и старше, женщины и мужчины. Конечно, очень много было народу. Вместе с тренерами был подсчет 200 человек. Елена Лебедева отметила, что магаданцы выступили достойно. Самые юные спортсмены выполнили нормативы на кандидатов в мастера спорта. Лучшей в первенстве стала Максименко Мария, которая привезла золото. В первом виде тройном национальном прыжке я заняла первое место, чему была очень рада, выполнила мастера спорта. Но, к сожалению, мне его не присвоят, так как мне нет 16 лет, но в дальнейшем я стремлюсь выполнить 16 лет мастера спорта и тем самым у меня будет мастер. Участникам необходимо было показать себя во всех пяти направлениях. Тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой, метание тензиана на хорей, метание топора на дальность и прыжки через нарты. Северное многоборье – это демонстрация ловкости, стойкости, упорства и колоссального уровня выносливости человека в специфических особенностях северного климата. Магаданский рекордсмен Владислав Черненко, который занял третье место на чемпионате в прыжках через нарты, в очередной раз доказал, что он достойно владеет всеми этими качествами. Я первый магаданец, который за всю историю, всего северного многоборья в Магадане, занял призовое место по прыжкам через нарты среди мужчин. Это, я считаю, вошло в историю в 100%. Самый лучший рекорд, который я знаю, я его давно уже побил, 300 нарт был. Сейчас я прыгаю за 700 уже. Владислав хотел отказаться от третьей попытки, которая принесла ему бронзу. Только благодаря поддержке тренера спортсмен решился. По его словам, никто не ожидал такого серьезного результата от Магадана. Теперь же спортсмены готовятся к очередным соревнованиям «Весенняя ласточка». А уже в октябре команда отправится на первенство России, которое пройдет в Южно-Сахалинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...